Хочу рассказать про особенности цветоносов нетельчатых гортенций. У них бывают цветоносы вот такие, с вертильными и стерильными цветочками. То, что вот эти бабочки у нас с вами, это стерильные цветочки. То, что вот эта маночка крупинки, это фертильные, не раскрывшиеся цветочки. Необыкновенный сорт, вот эта Дарума, она ярко-красно-малинового цвета. Вот этот вот сорт, смотрите, друзья мои, это сорт Ливана. Это самый любимый мой сорт, тоже с фертильными, стерильными цветочками. Вот эти бабочки, стерильные цветочки и вот эта маночка крупиночки, это фертильные. В чем особенность? Вырастает до 5-6 метров красота эта Ливана, метельчатая гортензия. В взрослом состоянии вот эти вот стерильные бабочки, цветочки достигают спичечного коробка. Это что-то фееричное, невероятное. И вот этот вот белый цвет, такой цвет невесты, это просто сказка в наших садах. Поэтому, если вам какую-то надо задекорировать зону, какую-то въездную, или там, где у вас там гараж находится и какая-то стена. Вот как раз Ливана, сорт, он высокорослый, быстро наращивает массу, при этом вот эта вот декоративность сохраняется. Если у вас, конечно, есть возможность круглый год находиться за городом, вы это все, гортензии метельчатые и древовидные, можете оставить в зиму. И тогда у вас вот эта вот вкусняшка, вот эти все цветоносы, они у вас будут над снегом, просто парящими бутонами цветов. Можете оставлять. Это при условии, что вы будете точно знать, что вы успеете до сокодвижения обрезать цветоносы. Нет, все-таки выполните обрезку цветоносов кардинальную сразу к весне, именно сейчас. И у нас с вами, здесь у нас с вертельными и стерильными цветочками, это сорт Дарума, она красненькая, розовенькая, малиненькая. Это у нас Ливана, до 5-6 метров достигает. Кстати, каждый цветонос в взрослом состоянии до 40-50 сантиметров достигает. И представьте, цветонос 40-50 сантиметров, и вот эти бабочки со спичечный коробок, это зрелище просто невероятное. Конечно, и сейчас он завораживает вот этими вот маленькими мотылечками, да, но когда эти мотылечки превратятся в больших бабочек со спичечный коробок, это будет чудо расчудесное. Следующие сорта, это исключительно стерильная вот такая вот форма цветков, у них нет фертильных цветочков, они все стерильные, вот такие вот бабочки. Если как следует ухаживать, кормить, поливать, потому что относятся растения к гидрам, это сосуд с водой, то у вас цветоносы будут крупные, яркие, интенсивные. Еще раз проговариваю, вот цвет не можете менять квасцами или закисление почвы для метельчатой гортензии. Это исключительно сортность. Если это ванила фрайс, она розовая, если это даймонд руж, вот здесь вот обратите внимание, уже, конечно, она потемнела, но это очень яркая, эффектная гортензия, называется даймонд руж. Тоже с фертильными цветочками и стерильными, которые бабочки. Невероятный тоже куст, достигает двух метров, два-два с половиной. Если жестко застригать, а нам нужно, чтобы цветоносы были приятно, смотрелось глазу не куда-то там на галерке, жестко застригая, создаете вот такой вот эффектный куст. Но это тоже мы будем обрезать. Опять же, говорю, проговариваю, напоминаю, это прирост прошлого года, вот это прирост. И этого отсчитываем. Раз, два, три, четыре, обрезали. Раз, два, три, четыре, обрезали. Раз, два, три, четыре, обрезали. И обрезаем весь куст. Вот такие вот слабенькие, слабенькие, он уже здесь не нужен. Но он слабенький. И видите, цветоносов не было в этом году и не будет, потому что веточка атоничная, слабенькая, кроме зеленой массы не смогла ничего выбросить. Ну вот только один. Ну это вот так. А нам нужно, чтобы цветоносы были крупные. Поэтому вырезаем все слабые и оставляем только жесткие крупные побеги, которые нам будут на следующий год давать большие цветоносы.